несколько вариантов вставания можно показать самые простые я беру с одной стороны получается я правой рукой и его левую руку беру за кисть даже за кисть достаточно разворачиваюсь ставил ногу здесь есть варианты что будет тебя добивать поэтому это все нужно быстро держать допустим я держу кисть кисть немного разворачиваю в эту сторону чтобы у него и размаха не было он не мог попасть плюс здесь опять же вот эти перевороты которые ты можешь сделать вот этот вот этот захват один один из таких когда он к тебе прижимается либо ты его за голову отжимаешь разворачиваешься за голову держишь здесь вытащил ногу опять стал но вот эта нога должна его контролировать чтобы не забежал тебе за спину либо за кисть за кисть против грэпплеров вот это очень эффективная вещь когда вот допустим я взял за кисть прокидываю сюда разворачиваю кисть я держу его контролирую кисть пока упор колено вставил разворачиваю сюда ты уходишь эффективная вещь больше всего в борьбе я пользуюсь вот этим уходом из того же самого хау-гарда первое смотри самое важное здесь свою руку ему подмышку присунуть пристать и прижать второе если отсюда я просовываю свою руку ему ему под под ноги под ногу притягиваю к себе здесь обычно все начинают просовывать руку ко мне вот под мышку защищаться для этого для защиты получается я что здесь делаю вот этой ногой упираясь в пол и делаю движение таз под него просовываю очень легкий переворот немного нужно динамику немного поймать понять одну руку засовывайте под мышку немного приставите к нему головой прижимать под ногу заходите и вот этой ногой упираясь так смотрите здесь движение какое-то должно вот одна нога у него получается между ног вторую ногой в упор я пристаю на этой ноге и таз под него просовываю первое самое если он к вам прижимается если он к вам прижимается не дает допустим взять захват вы можете поднять руку вытянут из-под него локоть высунуть и просунуть за поясницу вот так не прижимаю вторую руку между ему под ногу засовывайте вот вторую ногу и вот этой ногой получается вот я пристаю и таз под него просовываю здесь дальше сразу же ногу упираю и опрошу его ногу боковой контроль опять возвращается боковой контроль может тогда сразу еще болеют давайте еще покажу переворот когда вас на груди сидят вот обошли так вам взяли на грудь смотрите здесь для начала нужно прижать его к себе чтобы он вас не бил одна рука вас под мышкой однако сверху через уже дата сверху рука я контролирую его руку вторая под мышкой дальше я перекидываю одну могу вот с какой какой странный рука сверху с той стороны я перекидываю одну ногу через его стопу вторая нога у меня свободная остается получать смотреть я с двух сторон его рычаги отключил он не может упираться не на войне рукой я делаю мозг и переворачиваю в ту сторону и рукой еще помогаю себе движениями, еще раз захват сверху, захват пармышки, перекинули, вот с двух сторон отключил рычаг, вот эту ногу только не нужно перекинуть, вы сами себе будете мешать, потому что он вытянет ногу и ваш рычаг уберет, вы не сможете толкнуть перевернуть нога после свободных рук, и вот этой рукой я помогаю себе толкать движение в эту сторону. Очень простой и действенный переворот в стулу-гадо, вот он к вам прижимается, допустим, просовываете локоть ему под голову, отсюда кисть кусовываете, руку под мышкой, остается на него, теперь вторая рука идет между ног, нога в упор и таз просовывает под него получается, движение получается под разворот, он на вас поднимается и вы его переворачиваете, ногу выпрямили на большой захват. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выход из гильотины. Из гильотины? Какой? Сзади? Нет, просто вот. Из гардена. Возьми. Смотрите. Смотрите. И если без руки, правильно же я понимаю? Без руки или с рукой? Сразу. Без руки сразу. Смотрите. Да, да, да. Первое движение. Опустой. Опустой. Первое, что нужно сделать, это, смотри, взять в первую очередь, если он держит вот тут шею, взять немного, освободить шею свою. Смотри, видишь, захват. Я взял его за кисть и немного оттянул, чтобы я мог дышать. Дальше второе, что делаю, стою на ноги и своим плечом упираюсь ему в дыхалку, грубо говоря, в грудную клетку. Упираюсь и стою на свое плечо. Вот разворачиваю немного тело. Понял? Здесь образуется небольшая щель, я просовываю свою челюсть, чтобы я мог дышать и давление шло не на шею, а на челюсть. Здесь я уже могу немного дышать, плюс я держу его кисть. Дальше что делаю? Я за кисть его, когда взял, поймал плотно за кисть. Я что делаю? Я делаю, плечом упираясь ему в грудную клетку, голову разворачиваю и кисть разворачиваю, скручиваю кисть. Вот движение. Вырвал захват, сел, вышел. Давай, а тебе давай я покажу, что ты сам тоже понял, почувствовал, что он смирал. Поймали за кисть, на ноги стали упирать, плечом в дыхалку, в грудную клетку разворачиваю тело свое, кисть, челюсть вот провел я внутрь, засунул захват, чтобы он не душил меня, не на шею душение шло, а на челюсть давление. Здесь можно бывает терпеть немного. Кисть разворачиваю и шею поднимаю, получается, скручиваю кисть. Вот движение. Вышел. Угу. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!